Всю неделю в городском округе проходят концерты, тематические встречи и выставки, посвященные Дню Победы. Неотъемлемая часть празднования – выступления творческих агит-бригад под окнами главных героев, ветеранов Великой Отечественной войны. Наша съемочная группа увидела, как поздравили Ивана Михайловича Мишиненкова. Вставай, вставай. Одевается? Да. О, господи. Сегодня Иван Мишиненков в ожидании гостей. Причиной тому – День Победы. А значит, есть повод найдеть парадный китель с орденами и еще раз вспомнить тот самый май 45-го. Один из ярких эпизодов – взятие Берлина и подпись на оповерженном Рейхстаге. 25-го, примерно 26-го, в апреле месяце мы в окружении сжимали кольцо берлинское. Сжимали его. И вот все, подвигались, подвигались. Вот этот, там даже самолет если летит, он вон, Бог, а все ближе, ближе к Рейхстагу пришли. Я был и в Рейхстаге был, посмотрел. Кто кровь распрощает, кто как. Я нашел там гряпичку, такую красненькую место нашел. Я был. Такого-то шла. Чудя больше. Там не напишешь, места нет. Как обычно настроение – во. Такая жизнь. Дожил. Дата. А скоро. А скоро много-много-много сто лет. Дядя Иванович. Большой юбилей предстоит 4 июня. А пока Иван Михайлович принимает поздравления с не менее главным праздником в его жизни. На столе уже лежит письмо от президента России. От имени губернатора Московской области и от себя лично ветерана поздравил глава-люберец Владимир Волков. В первую очередь хотим пожелать здоровья, только здоровья. Вам в этом году исполняется 100 лет. Нет еще. Сколько? 100-100 будет, да. Как? В этом году 100 лет исполняется. Нет, нет? Обманывает? Обманывает. Ну, выглядите вы на 60, не больше. Нет, нет. Годочку туда. А, понятно. Вот с таким же чувством юмора встречать и этот… Все нормально. …возраст и, конечно… Все нормально. Конечно, вам огромное спасибо. Общение продолжилось в теплой домашней обстановке за чашкой чая. Затем Иван Михайлович вместе с главой вышел во двор. Там его поприветствовали соседи и творческие агитбригады. У подъезда героя развернули импровизированную сцену. Артисты городского округа исполнили знаменитые песни военных лет. Дети и взрослые сделали памятное фото с ветераном. Очень приятно, когда они забывают ветеранов. Их так мало осталось. И, конечно, им очень приятно. И они будут до следующего года, до праздника, будут вспоминать это. Спасибо вам. Это радость со слезами на глазах. День победы! День победы! Луиза и Газарян Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.